Мурманской области продолжает работу общественно-культурный форум «Арктическое братство». Он посвящен 80-летию прихода в Мурманск арктических конвоев 1942 года. Тему продолжит Елена Белкина. Сегодня Мурманск остается прививкой памяти в политическом и экономическом противостоянии стран, сумевших когда-то объединиться против общего врага, несмотря на кардинальные разногласия. Летопись полярных конвоев Второй мировой продолжают их потомки из разных стран мира. Все мои родственники поддержали меня в этом визите, все абсолютно. И особенно моя тетушка, которая сейчас за 90, и она помнит тех моих дедов, когда была девочкой. Она в особенности поддержала, никаких сомнений не было ни у кого. Для меня это большая честь и привилегия быть сегодня здесь, потому что она связана с историей арктических конвоев. Два брата моей матери участвовали в этой эпопее, один из которых так и остался где-то в этих краях. Это часть моей семейной истории. В арктических конвоях погибло более трех тысяч моряков. Это была плата за доставку 4,5 миллионов тонн грузов, необходимых сражающейся с фашизмом в стране. У союзников тяжелейший двухнедельный путь до Мурманска под огнем противника назывался проходом по радуге, заставляя пережить всю гамму чувств, от страха до победного ликования. Самое страшное, когда люди тонут на моих глазах, начинается паника. Это сразу разворачивается, тут и бомбить надо, и людей спасать надо. А когда глубинные бомбы рвутся, это же в воде такой, там столб воды оттуда ходит. Первый караван «Пикью-7» пришел в незамезающий Мурманский порт 11 января 1942-го, последний весной 1945-го. Россия расплатилась за ленд-лист только к 2006-му году. Но в жизни и истории свои ценности. Значение арктических конвоев в общую победе на нацистской Германии участники форума «Актическое братство» обсудили на международной научной конференции. Тема, пожалуй, актуальна, как никогда. Говорили на русском и английском, так же, как 80 лет назад. Я считаю, что первый год войны, но в Великой Отечественной, это как золотой год отношений между Англией и Россией. Люди не забывают историю, даже несмотря на сегодняшние споры между государствами. Конечно же, люди гордятся совместных действий во время войны. Это не забывают. Интерес к этой теме есть и у них, и у нас. Но, конечно, нужно заново восстанавливать многие страницы, потому что ушли поколения историков, которые непосредственно были в гуще событий и помнили войну. Форум «Актическое братство» объединил общественных деятелей, ученых, артистов, музыкантов из России, Великобритании, Ирландии, Канады, Сербии в общем противостоянии нацизму. Для большинства из них сам приезд в Мурманск в условиях давления стал проявлением гражданской позиции. Брат моего деда погиб где-то в этих сопках, да. Поэтому для меня это очень личная история. Со стороны наших гостей, участников, это акт настоящего гражданского мужества. И бесспорно, мне это не вызывает никаких сомнений, сам факт их приезда сюда означает факт поддержки России. Общественно-культурный форум продлится в городах Мурманской области до 21 октября. Елена Белкина, Андрей Зайцев, Владимир Чедышев, Юрий Сысков. Вести Мурман. Субтитры создавал DimaTorzok